Всем привет! Вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня испечем очень вкусный домашний торт под названием Маркиза. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Для рецепта берем 80 г сливочного масла, добавляем к нему 160 г обычного молока и прогреваем до хорошо горячего состояния, примерно градусов 70-80. Масло должно у вас полностью растаять. Я это буду делать в микроволновке. Вы же, если хотите, можно воспользоваться плитой. Теперь в емкость взбиваем 4 яйца, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером на максимальной скорости 4 минуты. После этого дождиком подсыпаем 190 г сахара и продолжаем взбивать еще 2-3 минуты. Вот посмотрите, вот такая пышная светлая масса у вас должна получиться. Далее я беру 220 г просеянной муки, добавляю сюда чайную ложку разрыхлителя с маленькой горкой, перемешиваю и теперь добавляю к яйцам в 2 захода. Аккуратно перемешиваем круговыми движениями. Берем масло с молоком, в 2 приема добавляем его в тесто, вот так аккуратно по кругу и также аккуратно перемешиваем. Обратите внимание, что в конечном итоге тесто получается довольно-таки жидковатое, но вы не переживайте, так и должно быть. Теперь берем форму диаметром 22 см, дно я устелила пергаментной бумагой, бока смазывать ничем не буду. И выливаем сюда все тесто. И теперь ставим заранее разогретую духовку до 180 градусов, примерно минут на 40, ну а там уже смотрите по своей духовке. Мой бисквит уже испекся, я его сейчас оставлю минут на 20, затем аккуратно ножом пройдусь по краю формы, вытащу и уже на решетке оставлю полностью остывать. В идеале, конечно, будет лучше, если остывший бисквит завернуть в пищевую пленку и оставить на сутки, но я так обычно не делаю, потому что у меня не хватает времени. У меня уже время прошло, бисквит остыл и теперь можно готовить крем. Для него все продукты должны быть хорошо охлажденные. Здесь 300 грамм вареной сгущенки, видите, она у меня вот такая густая, 350 грамм творожного либо сливочного сыра, 250 грамм сливок жирностью 33%, и все это хорошенько взбиваем сначала на минимальной скорости, а потом на максимальной. Я свой крем взбивала 4,5 минуты, и вот такой густой он получился. Возвращаемся к бисквиту. Я его хочу разрезать на 3 коржа. Вот посмотрите, видите, какой он в середине красивый и пористый. Теперь собираем торт. Для этого берем блюдо, смазываем его немного кремом, чтобы торт не ёрзал, и выкладываем первый корж. Первым у меня будет тот, который был самый верхний. Для пропитки можно использовать все, что угодно. У меня сегодня мартини пополам с сахарным сиропом. Вы же можете использовать любой сироп, кофе, чай, компот, в общем, то, что у вас есть. Сверху крем. Дальше следующий корж. Пропитываем и снова крем. Последний, третий корж я пропитываю вот здесь вот в стороне. И аккуратно кладу сверху. И теперь вверх и бока я полностью обмазываю кремом. Вверх торта старайтесь сделать как можно ровнее, бока уже как получится. И теперь украшаем по желанию. Я это сделаю так. У меня здесь вареная сгущенка. Добавила буквально пару капель молока, для того, чтобы она стала более жидкая. Сделала на уголке дырочку. И теперь от центра сделаю такую спиральку. Беру обычную зубочистку и сделаю разводы. Четыре от центра. И четыре к центру. Ну а бока своего торта я решила обсыпать измельченными орехами. Я их слегка подсушила и измельчила в измельчителе. Вот такая красота получается. Теперь прячем торт в холодильник часов на 5-6. И можно подавать к столу. Вес моего торта 1,6 кг. И сейчас я разрежу и покажу вам, какой же он в середине. Вот посмотрите, торт очень вкусный и хорошо пропитанный. Его можно приготовить к любому празднику, либо к тихому семейному ужину. Попробуйте испечь. Ну и конечно, если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.